Спонсор данного выпуска детский интернет-магазин кроватых машинок Слипкар. Ссылочка в описании. Ребята, всем привет! Мы сейчас в Керчи. Едем к человеку, у которого в Крыму два мини-отеля. Ее зовут Елена Благленовна. Ссылочка с ее контактами будет в описании. Это человек, который нас с такой душой открытой принял в том году. Мы не могли просто, не можем не рекомендовать ее, ее отели, потому что, ну, мне кажется, никто никогда не пожалеет, что у нее остановится. Да, таких людей очень мало. Уж мы сколько переездили? Поверните направо. Переездили, да. Переели. Переездили столько, да. Переезжили. Сколько пережили мы. Да. Особенно, ну, в Крыму пока мы путешествовали, да. Это человек, которого... Приятно. И не хотелось уезжать, приятно в него находиться. Да. И чисто, и вкусно, и уютно, и вообще с душой, да. В общем, за этот год они прикупили себе еще отельчик. Не знаю, какой он, но вот-вот мы сейчас вам все покажем в этом выпуске, расскажем, поднимемся, покажу вам окрешности. Ну, как она сказала, что он находится прямо на берегу моря, прямо на берегу. Ну, то есть даже идти не надо. Проснулся, глаза открыл и нырнул. Вот. Тоже очень интересно. Вот нас пригласила. Едем туда. Короче, будет выпуск. Подписывайся. Колокольчик, лайк. Поехали смотреть вместе. Коротко. По маршрутках в Крыму. Вот это вот то, что проехал, это... Что-то типа Газели, что-то. Я не вижу таких, могу понять. Кабина от Газели. А дальше что-то непонятно. Это, по крайней мере, на материке, да, назовем это так, это сказать, у нас. Хотя теперь все Россия. Таких не увидишь. Не знаю, почему. Может быть, сюда запрещено поставлять Газели, там, вот эти санкции, герданцы и всякие. Вот. Но смысл в том, что интересный, да, транспорт. И тут везде все такие маршрутки. А еще здесь ходят очень старые автобусы, как в 80-х. И я помню в том году, когда мама приехала мне сюда в Крым, первое, как она им Крым сравнила, это как будто я заново вернулась весь в 80-е. Пожалуй, это действительно так. Но, возможно, здесь все изменится когда-то. Изменится. В том году мы были на другой стороне Керчи. Это, получается, если условно поделить немножко, вот пополам как-то в Риды идет, да, вот Крымский мост. Через 300 метров. Руговое движение. Верху и съезд. Вот, мы, получается, и сверху смотреть, мы были на правой стороне, а вот сейчас мы на левой стороне. И тут точно такие... Кирилл. Советский союз. Ну, вообще реально, Советский союз. По-другому даже не скажешь. В Керчи очень сильно бросаются в глаза какие-то заведения, постройки современные. Видимо, кто-то пытается здесь открыть такой, так называемый, упакованный бизнес. Упаковаться как-то красиво. Не знаю, конечно, как, насколько идет, но в глаза он сразу бросается. Мы сейчас проезжали сервис, это автосервис, автомойка там была, и заправку, по-моему, не успел я, по-моему, снять. Ну, если будем там еще ездить, я покажу вам. И вот снова газель. Вот обратите внимание, да, вот перед газель, а вот что дальше, вообще непонятно. Такое ощущение, что они на заводе скупают морду, а дальше везут их запчасть сюда. Так, все. Начинается какая-то бетонная дорога непонятная. Вот он, Крым. Дых-дых-дых-дых-дых. Дых-дых-дых-дых-дых. Ну, от самой Керчи, получается, этот отель находится ехать порядка 8 минут, где-то 10 километров. Поселок или что это, село Георгиевское. Мы через него проезжали, когда ехали в том году с Каяшского озера. Мы проезжали. Ну, тогда оно нам было не нужно. Вилла, вилла даже есть, да, вилла Блексия, Бриозерская, Симферополь. Это такая, типа, развязка сейчас была. О, вот так вот. Блять, клочками. Вот сейчас, асфальт здесь клочками положен. Там кусок навалили, тут кусок навалили. Смотрите, здесь озерцо какое-то непонятное. Такая здесь прям какая-то площадь, место для купания. Так, стыла. Так, я вот не туда повернул, по ходу дела. Много людей, какие-то стопы, чайки. Да, 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 да. Это городской, наверное, но тут горожаник. Что здесь стоит? Тут магазин что-то есть на площади, да? Так, просто надо бы туда было. А, и вот она прям на первой линии получается. Далин Петровый. Вот, там надо вот сюда вот. Вот так, врукс. О, там, блять, иди. Ой. Вот такой тут вход. Интересно, как там дальше. Посмотрим. Ну, вот люди вроде вот в тенечке сидят. Купи-купи. Вот, смотри, в палатках разбились. Вот, смотри, вот, видимо, машины здесь оставляют. И вот тут прям в палатках. Смотри-ка. До конца маршрута осталось 200 метров. Вот так вот. Так, вот еще памятник. Тут прямо это. А, вот, жемчужные. Ну, вот так сутки. Бригитальнические, полицейские. А таких вообще в жизни не идет. Так, мы приехали. Вот он, жемчужный. Нам надо сюда. Пойдем мы осматриваться. Ну что, друзья, мы добрались. Добрались до этого райского местечка. Вы сейчас чуть попозже поймете, почему он райское. Я сейчас вам покажу, как здесь и что. Пойдемте посмотрим. В общем, это, я так понял, территория пансионата. Здесь Елена Владленовна выкупили вот этот домик. И... И... И мы приехали, конечно, сюда, чтобы вам показать и рассказать. И самим, конечно же, покайфовать, потому что здесь прекрасный вид. Нет, не на Насеньку. На море, ребята, посмотрите. Крымский мост. Парковка. Лежаки. Детская площадочка. Беседка, мангал. Вот, все тут. Вот он пляж. На пляж мы с вами сходим. Будет прекрасный пролет, но чуть позже. Вот между так деревьями на коптере. Пошлите в номер. Тут не лакшери, лухари, да? Но тут все настолько гармонично. Это очень-очень крутая хозяйка. Она следит за чистотой, за отношением. Она очень любит детей. В общем, мы просто такого отношения человеческого не видели нигде, пожалуй. Пошлите в номер, пошлите, пошлите. Вот, не знаю, как вам, ребят, но первое, что бросается в глаза, это чистота. Это первое. Второе, что бросается в нос, это запах чистого постельного белья. Ну, посмотрите, как уютно. Посмотрите. Посмотрите. Маленький, да, с потрясающими видами. Внизу кошечка, на моречку. Холодильник, все, что нужно. Внизу приготовить еду. Противопожарная система. Да, холодильничек тоже очень чистый. Никакого запаха постороннего. Не новый, но телевизор, да, новый. Ну, это вот зависит от хозяина. Нового хозяйка потрясающе. Вот давайте туалетик. Да, маленький душик. Смотрите, с каким окном. На, что это? Это алыча. Что-то растет, да, что-то растет. Вот так вот. Прямо свежий воздух. Вот, все прекрасно. В окошечко смотришь, на горшочек сидишь. Рамы-то какие, это же союз. Вот так вот. Вот так это. Очень круто. Очень уютно, очень хорошо. Прямо приятно уходить. Контакты вы знаете где. Выпуск полностью посвящен Елене Владленовне, потому что классная женщина и нисколечко. Мы снимем все, люксовый номер, пляж, беседки, все что есть, все сколько стоит и все расскажем и подготовимся. Вот ценник за этот номер 2 500. Ну это первая линия, это вообще для первой линии дорого. Здесь собственный пляж, здесь собственные лежаки, которые в цене, мангал, беседочка. В общем, вот это все входит в стоимость, это прям, ну, по кайфу. Вот так вот, видите, и дом какой. Вот он пляж, вот так вот. Но там есть выход другой, там получше. Но смысл в том, вот дом, вот пляж, вот номер, вот море. Класс, мангал, беседка, вечером покайфуем. Вот так вот выглядит вся эта история. Это вот, чтобы вы понимали, это я прям на первом парах, с первого взгляда. Мы только что приехали. И вот сразу, вот что видим, то снимаем. Без какой-то там подготовки и так далее и так подобное. А дальше прошу вам все с воздуха и вообще окраинности, чтобы вы понимали, что здесь 100% очень крутое место. Да, классно, нравится? Да, я хочу тут приехать, давайте поживем 5 дней. Короче, у Утенки там цензура, поэтому они показывают. Ну вот дети тоже довольны. Ну им просто нравится телик, тут мультик там, туда-сюда. А, Ниджу, сколько дней? Сколько мы, 5 дней в пути? 5 дней в пути, они даже мультики не смотрели. Вот они уже. А-а-а. А вот второй вход на море. Вот машины и вот холопс. Видали, да? И вот пляжик уже песчаненький. Сюда положено. Вот так вот. Вот так это выглядит. Надувашки, шезлонги, можно все взять, все в стоимость. Вот так вот. Класс. В общем, здесь два моря, это все объединяются через залив. Азовское и Черное. И море здесь, короче, другое, оно здесь капец какое, теплое. Ну и, конечно же, пацаны сразу заходят и говорят, пошли, папа с нами, да? Папа, купайся, давай я к тебе на лучку. Давай, сейчас я разденусь. Спасибо. Пойдем, Родион? Ну, после купания, немножко искупнулись, самое время сейчас начать раскладываться. Давайте, вот так вот меня встречает яблочко. Мексовое. Я на артенфилке. Вот наше окошко. Я вам показывал вид из окна. Вот, соответственно, сюда выходит. Это был военный госпиталь во времена войны. Видите? А вот здесь в хранилище размещались операционные хирургические группы. Да. В общем, вот так вот. Эй! Ты хочешь ездить? Эй, военный, ездить! Вот именно так у нас началось утро. Пацаны подняли в 6 утра и мы уже бим-бим два шага на пляже. Да, хорошо, когда первая линия, но когда у тебя первая линия, прям море, это, да. Ну, вот, чтобы вы понимали, он находит себя в море. Волна бьет номера. Классно. Классно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Очень и очень классный пляж Собственной территорией Но это прям очень круто Никого нет, никто тебе не мешает Красивые виды Вдалеке видны баржи С той стороны виден Крымский мост Ночью он весь светится беленькими огоньками А сама дуга на мосту светится красным Камера, конечно, это не передаст Но вчера ночью мы сидели Это настолько классно Еще поднялась луна Была очень такого, знаете Ярко какого-то красно-оранжевого цвета Камера, к сожалению, так это все не передает Это наша Вот детская площадочка С видом на море Вообще считаю Самые лучшие детские площадки Вот с таким видом Мама, я сам полетаю Мама, я сам Вот отсюда начинается городской пляж Керчи Да, не трогайте, Тёма Здесь есть вот спасательная штуковина Крышка Все огорожено буйками И есть табличка За буйки заплывать запрещено Вот там дальше уже начинается полноценный пляж Там установлена детская площадка Есть батутный центр Есть кафе Сейчас пойдем поближе покажу Вот кафе Есть массаж И вот он батутный сервис Переодевалки В общем, все в принципе как надо Пойдемте дальше посмотрим Все как полагается Лежачки Большая спасательная вышка Есть катамараны Наверное, заход Для инвалидов Есть вот горка Бананы Ну, собственно, по минимуму аттракционов Вот такой Пещаный Здесь пляж Вот рассынка Нет, нам нужно надеть трусы Вот такая вот Здесь история Детская площадка Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня такой прекрасный день Немножко был пасмурный Но в целом классно Сегодня в море пришли большие-большие синие медузы Кто подписан на инстаграм Могли увидеть Поэтому подписывайтесь Мы там быстрее такие видосики сделаем И они, видимо, забрали Все Все водоросли с собой И Море стало чистое-чистое Сейчас я вам покажу Смотрите Видите, какая чистота Это вот первый выход Вот второй Еще мы сегодня решили пожарить Чесночечко Вот здесь беседочка Мангальчик Такая беседка Просторно Свободно Хорошо Картошечка будет Перчик с помидорчиками И Настенька И сказки И сказки, да Что, друзья В этот раз мы решили Картошечку сделать На Решетке Маленькую Вот такую мы еще любим Вот в такую картошку Мы влюбились В Анапе В 17-м году Представляете Мы до сих пор ее прям так любим Всегда, когда есть возможность Точнее, когда она Есть и продается Мы всегда покупаем И всегда жарим Это прям Восхитительная тема Рекомендую Вот так вот Мы, конечно, не Самые любимые Любители шашлыка Но мы любители Еды на костре Это прям У нас и детки Мы любим Ну и, конечно же С таким видом На море Пожарить Шашлычок Ну это просто Класс Пойдемте поставим Вот так вот Опс Что-то она Совсем как-то Вот так вот Ну ладно Пусть так стоит Ну пойдемте Ставить Ну что скажете Ну что скажете Музыка Вот такой вот Ужин Получилось Прям все В одной Прям мангал Для огромной компании Скажу У нас только Три шампулька Мяска Ну все Осталось Мишенька на торте Там хлеб На угля Это прям Любимая наша история Ну все И можно Шагать Ужинать Пусть Снятишь Пока Не дадут Не дадут Я уже переворачивал Я не переворачивал И еще раз переворачиваю Не хочу Чтобы подгорело Вот так вот Меличок Вот мы все Приготовили Пойдемте Пойдемте За стол Хозяйка Насенька Накрылась Детки Собрались Приятного аппетита Фотка тебе Фотка Потом Целую серию Варе Нужно Варя И ее Друзья Нужно Себут Фотка Мы ребята Сидим И думаем Что за Сидится Настя Говорит Я приготовил Настя Накрылась Давай Добрый Решался Добав Ммм 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 Мм Ммм Варя Победа Ммм Ммм Рожде Аппарат Яппарат Накрылась Как Стос Кром Состом Клуб Почти Читаем Читаем Да Ладно Пятом Все Ммм Ммм Субтитры сделал DimaTorzok Мы почти доели, осталось только выпить, на самом деле это просто гранатовый сок, вина домашнего нету, нам не привезли, Настя отказалась. Ну да, я от прошлого года, только в этом году купила бокал, который дарили в Ялте. Короче, я хочу вам просто показать этот потрясающий вид, ребята, посмотрите. Мы на корабле, плывем на корабле. Вот так вот, ничего не видно, видно только море, кораблики. И такое ощущение, что ты плывешь на корабле, только тряски нету. Классный вид вообще, такой классный. Субтитры сделал DimaTorzok Ваше приключение в Керчи. Мы здесь прожили 10 дней и искренне рекомендуем всем этот отель. Но если вы решите остановиться в другом, то искренне рекомендую именно вот это побережье, именно Героевское. Здесь очень красиво, потрясающие виды, пролив, два моря. Нам здесь очень понравилось. Завтра предстоит сложный день, завтра у нас путь. Мы передвигаемся на запад Крыма, поедем до Оленевки, и там дальше будет видно, что нас ждет. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить выпуски. Нажмите, конечно же, на колокольчик. Завтра еще у нас, конечно, споры будут. Надо в тачку опять упаковать. Это я не люблю, я все это делаю, но есть свой кайф. И напоследок этого выпуска давайте еще раз с вами насладимся видами. Погнали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok